27 июля городское старое кладбище, расположенное на улице Карла Маркса, отметит свое 145-летие. Его еще называют Воскресенским некрополем. Перед главными северными воротами вот уже 108 лет стоит необыкновенный по своей красоте храм Воскресения Христова. Это единственный православный храм Симбирско-Ульяновска, сохранившийся в первозданном виде, в котором не прекращались богослужения. Он был построен по проекту городского архитектора Федора Осиповича Левчака. К слову сказать, это был его единственный проект культового учреждения, выполненный в русско-византийском стиле, не характерном для Симбирска. При сравнительно небольших размерах церковь стройная и изящна. Алтарь храма смотрит на восток, а главный вход находится с западной стороны. С южной стороны главный храм соединяется с квадратным помещением крестильни. По архитектурно-художественным особенностям церковь напоминает те храмы Древней Руси, которые были выстроены по византийскому образцу. Согласно архивным документам, строительство храма началось в 1906 году. В августе 1910 года на купол Воскресенской церкви водрузили крест, а осенью местный иконописец Бурев расписал стены. В настоящее время кладбищенский храм, единственный в городе, сохранил дореволюционные росписи. Освящение церкви состоялось в 1911 году. Симбирские епархиальные ведомости тогда писали. 22 мая преосвященнейший епископ Вениамин совершил освящение кладбищенской церкви города Симбирска. Храм построен в византийском стиле и является одним из благоукрашенных городских храмов. Необычное оформление царских ворот Воскресенской церкви. Это центральный из трех врат, отделяющий алтарь от других частей храма. Именно в алтаре читается большая часть молитв. И они сокрыты от слуха прихожан. Царские врата венчают резной четырехконечный крест с надетым на него терновым венцом. Эти символы страстей Христовых невольно напоминают нам о трагических судьбах тех, кто служил в нем в первые десятилетия советской власти. Были осуждены и расстреляны первый настоятель храма, отец Иоанн Апраксин, и сменивший его в 1916 году отец Иоанн Сергеевский. Также был расстрелян вместе со всем церковным причтем, с церковным старостой и регентом хора, служивший Воскресенской церкви, обновленческий архиепископ Ульяновский Иоанн Никольский. В годы репрессий саму Воскресенскую церковь неоднократно пытались закрыть. 2 августа 1941 года в праздник святого Ильи Пророком храм все-таки был закрыт. 13 августа горисполком создал ликвидационную комиссию, чтобы в пятидневный срок описать все имущество, передать здание коммунхозу и сдать его в аренду под засыпку хлеба Ульяновскому за год пункту, за год зерно. Но уже осенью в храме снова зазвучали молитвенные песнопения. Это сквернение храма спасла эвакуация в Ульяновск. Осенью 1941 года Московской патриархии во главе с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом московским и коломенским Сергием Строгородским. А 26 октября именно в Воскресенском храме митрополит Сергий отслужил свою первую службу на Ульяновской земле. Московская патриархия находилась в Ульяновске до сентября 1943 года. Советские власти на храм более не покушались. Много для церкви сделал протеерий Борис Крыжин. Его перевели в Воскресенскую церковь на Старом городском кладбище в 1981 году. Его неутомимая натура помогла преобразить запущенный храм. Обновили росписи на стенах, построили новый предел, полностью отреставрировали храм. Позже изготовили, осветили и установили на куполе новый крест. В 2000 году благодаря инициативе главы администрации области Юрия Фроловича Горячего территория кладбища стала благоустраиваться. Тогда же отремонтировали церковь, выкрасили стены и купола храма. Водрузили новый, сияющий на солнце крест. К сожалению, на сегодня стены храма ветшают. Снова необходим ремонт. Последний ремонт был 20 лет назад. И лепнина, которую делали под воздействием внешней среды, начинает уже осыпаться, облетаться. Это, соответственно, достаточно такие средства, которые приход не может найти. Вот ходим на заседание в мэрию, держим руку на пульсе. Вдруг найдутся такие добрые люди, которые помогут сохранить облик храма. Напомню, что не так давно приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 февраля 2016 года церковь Воскресения была включена в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Внутри храм постоянно обновляется. Так за последние два года был заново покрыт позолотой иконостас. Храм богат иконами. Этот образ Божьей Матери, бережно сохраняющийся в церкви, которому более ста лет, свидетелем многих драматических и радостных событий в жизни нашего края. И таких икон в храме большинство. По словам настоятеля храма протеерея Олега Шмалько, они все имеют огромную историческую ценность. Представляете, да, в нашей области сколько было храмов, да? И когда их разрушали, куда несли люди эти храмовые иконы? В оставшиеся храмы. И поэтому у нас, видите, много киотов. Это вот в основном те самые иконы, которые из других храмов принесли, вот эти новые киоты стоят, потому что их надо было сохранить. Вот и мы вот таким образом здесь, то есть еще до мои предшественники, до меня там в течение того времени сохраняли эти иконы. Сейчас по мере возможности вот делаются киоты, выставляются, вешаем опять. Либо по благословению правящего архиерея в новые храмы передаем, то есть, как он скажет, в строящийся храм. Жизнь в храме идет своим чередом. С приходом нового настоятеля, отца Олега, церковные службы стали проходить чаще. Также был увеличен состав хора, введено новшество. При храме появилась детская воскресная школа. Я так думаю, в дальнейшем деток привлекать к праздничным богослужениям, чтобы они, так сказать, детским хором исполняли какие-то песнопения. То есть, в общем-то, это очень, я считаю, полезно для прихода, для вообще, так сказать, внутренней жизни прихода. Это развивает приход, это будущие прихожане, это дети, которые, как минимум, плохому не научатся, которые будут знать службу, будут знать традиции, культуру собственного народа, собственной веры. По словам настоятеля, у храма есть будущее, а значит, херувимы и серафимы будут смотреть со стен церкви на новое поколение прихожан и через 50, 100, а может и больше лет. Редактор субтитров А.Семкин